Владимир Осечкин с нами на связи. Владимир, доброе утро. Доброе утро вам и приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков. Мы с вами хотели начать с обмена военнопленными между Россией и Украиной, который состоялся накануне от 95 на 95. И, по-моему, после того случая, как, помните, самолет сбили, все-таки процесс наладился и пошел. Уже несколько обменов было. Если позвольте, буквально одну минуту. Хотел прокомментировать то, о чем вы сейчас разговаривали с Павлом Конегином про MH17, потому что все-таки мы какую-то маленькую лепту в общее международное расследование внесли. И на сегодняшний день в Нидерландах находится экс-офицер ГРУ Игорь Саликов, который был непосредственным участником тех самых событий. Их разведгруппа занималась выводом Бука обратно на территорию России. И он уже и нам рассказал, и я думаю, что сейчас и военному следствию в Нидерландах он рассказывает о том, что там происходило. Речь шла о том, что в одной из захваченных областей, оккупированных, орудовала команда под контролем ФСБ, а в другой под контролем ГРУ. И как раз вот был старт батальона тактической группы «Вагнера», того самого всем известного Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. И как раз группа «Вагнера» смогла сбить большой десантный украинский самолет, погибло большое количество военнослужащих. И вот в этой вот гонке вооружения, кто будет получать из военторга вооружение, и кто получит основное финансирование и власть для работы на оккупированных территориях, как раз вот эта вот группа под контрольное ФСБ вместе с полковником ФСБ Гиркиным-Стрелковым, они как раз взяли этот бук, и, как Игорь Саликов рассказывает, они увидели крупную цель, посчитали, что это очередной переброс украинских сил, войск. И дальше, собственно говоря, произошло то, что всем известно. Поэтому у нас уже есть живой свидетель тех самых событий, которые, конечно же, говорят, что бук был российским. Конечно же, это была гонка между Стрелковым Гиркиным и Уткиным-Пригожиным, в которой победил как раз Пригожин и Уткин, после чего они резко усилились и на оккупированных территориях Украины, и, соответственно, получили свой мандат на работу в Африке, в том числе в Сирии и так далее. Так что, в общем, все более-менее понятно. Я думаю, что с учетом того, что сейчас он там дает показания, я думаю, что, может быть, в этом или в следующем году будут новые детали, новые подробности и новые фигуранты добавятся к этому расследованию. Вот, а возвращаясь к вашему вопросу, да, действительно, это очередной обмен. Он прошел благодаря Арабским Эмиратам, посредничеству, и очень важно, что эти обмены продолжаются, хотя, конечно, явно в недостаточных количествах, потому что, ну, просто очевидно, несколько тысяч украинских граждан находятся до сих пор в российском плену. Количество непропорциональное, и история там менять одного к одному, ну, хотя бы так, это уже что-то, но нужно понимать, что украинцы, например, они берут в плен, естественно, только военных. А вот российские войска, которые зашли на территорию Украины, они забирают в плен не только военных, но и гражданское, мирное население, если им покажется, например, что вот у вас или у меня там в айфоне, в айпеде или в компьютере какие-то там данные. Возможно, какой-то гражданин Украины добросовестно сообщал в полицию своей страны о том, что в его город пришли какие-то непонятные люди в масках и непонятно, что творят, и уже за само это вот человека могут задержать и отправить на территорию России, поместить в военные концлагеря, и он будет как раз в этом обменном фонде. Этим и объясняется разница цифр, почему в несколько раз больше военнопленных находятся на территории России. Вопрос не в том, что ВСУ берет меньше в плен, а в том, что в российском плену находится в том числе и большое количество мирных граждан. Это, конечно же, незаконно. Они никаких преступлений на территории России не совершали, чтобы их помещать в учреждение ФСИН. Но, тем не менее, они там содержатся с этой позорной и абсолютно незаконной формулировкой как «лица, противодействующие проведению специальной военной операции». А что это за формулировка, Владимир? То есть это что, это обвинение официальное? Что за статус у этих людей? В том-то и дело, что мы в первые месяцы, когда нам наши источники начали присылать еще в 2022 году документы из ФСИН, значит, у нас было несколько служебных документов, когда военные комиссары, Министерство обороны обращаются во ФСИН с просьбой, например, на аэродром Балтимор прислать 10 автозаков для приема 120 лиц, противодействовавших проведению специальной военной операции. Им не предъявляют никаких обвинений, их невозможно в чем-либо подозревать, потому что они вообще находились на территории Украины. Но, тем не менее, их содержат без суда, без следствия, формально их содержат в учреждениях ФСИН, но контролирует все это Министерство обороны и Департамент военной контрразведки ФСБ, которые управляют работой вот этих военных концлагерей. Их более 10 сейчас в России. А были какие-то подробности про то, как людей чуть ли не пешим маршем гнали из Херсонской области на территорию России, потом действительно распределяли по этим самым местам лишения свободы? Как устроена эта система вообще? Как она функционирует? Как это происходит? Наверное, вы имеете в виду историю, когда под оккупацию попали несколько исправительных колоний, где заключенных, опять же, зачем-то забрали на территорию России вместо того, чтобы вернуть их в Украину. Но даже их используют и как обменный фонд, и как возможность увеличить, пополнить российские тюрьмы с тем, чтобы можно было кого-то из них завербовать для войны против своей собственной страны. Это тоже имеет место, и они активно над этим работают. И считают, что это верх оперативной работы путем пыток или угрозы применения пыток, использования каких-то иных пропагандистских трюков, склонить каких-то людей к сотрудничеству и дальше использовать их против самой Украины. Они этим даже внутри контрразведчики и оперативники ФСИН гордятся и считают, что вот это крутая работа. Хотя, еще раз, на мой взгляд, это аморально, это бесчеловечно. А есть такие? Вы знаете такие истории? Конечно, есть, потому что пытки не выдерживают не все, и некоторые соглашаются. Это не имеет массового характера. В основном люди терпят, в основном люди страдают. И поэтому, когда мы с вами видим кадры, вот разница, в чем даже на первый взгляд, тут не нужно быть правозащитником и специалистом по правам человека, и не нужно даже иметь какие-либо там инсайды из недр ФСБ и ФСИН. Достаточно просто посмотреть на кадры. Украинцы сажают в два автобуса россиян, которые до этого находились под контролем Красного Креста, Организации Объединенных Наций, к которым приходили блогеры и журналисты, в том числе некоторых российских оппозиционных СМИ. Они выглядят... Да, они были в плену, но никто их там не мучил, не пытал. И они едут спокойно в автобусе между собой разговаривают, выгружаются. То есть там, ну, они действительно просто вернулись из плена. А ребята, которые возвращаются из России в Украину, во-первых, половина из них, там видно даже по лицам, что там резкая потеря веса, там недостаток, дефицит веса от 10 до 25-30 килограмм. Ну, а во-вторых, это невозможно сыграть никаким образом, когда они выходят из автобуса, и они падают просто, чтобы поцеловать землю, там рыдают, плачут, потому что они были на грани жизни и смерти, потому что их чуть не убили, потому что они слышали или видели, как убивали таких же, как они, потому что у некоторых из них были мысли суицида. Вот у меня только сегодня с утра отсюда улетели ребята, которые прилетали к нам на неделю. Один из них это Алексей Ануля, который провел в плену с марта по декабрь 22-го года. После российского плена он пережил уже на данный момент 17 операций, и еще одна операция у него впереди. Полтора года восстанавливается, и он рассказывал о том, что... Ну, да, он там потерял более 30 килограмм веса, но помимо этого там огромное количество было травм, увечий, была угроза ампутации отбитых ног, в которых там уже были гангрены, и начинался сепсис. И он даже прямо говорит о том, что у него даже были мысли о том, чтобы совершить в камере суицид, потому что невозможно ежемесячно, там, ежедневно выносить все эти пытки и унижения. И это очень страшно на самом деле, и для меня это просто такая новая реальность, в которой мы с вами живем, зная, что в нашей с вами стране существует более 10 военных концлагерей, в которых людей вот доводят до состояния там и суицида, и превращают их в практически инвалидов. То есть, Владимир, это касается и военных, и мирных жителей, которых уводят в эти лагеря? Там идет оперативная работа и ФСИН, и ФСБ, и Минобороны. Они пытаются... Ну, точно так же, как они в среде заключенных российских специально делят их, там, на касты, на типы, чтобы, там, разделяй и властвуй, натравливай, там, уголовников на экономических, экономических, на политических, заставляй друг на друга доносить. Тут то же самое. Конечно, военным достается гораздо больше. То есть, тех, кто служил в ВСУ, особенно если мы говорим, там, про десант, там, или, там, про ОЗДОВ, конечно, их бьют еще в два раза сильнее, чем просто, там, каких-то мобилизованных украинцев. Вот. И поэтому всегда существует градация, там, например, вам могут камеру коллективно наказать, подвергнуть избиению, из-за того, что кто-то, вот, не выкрикивает то, что от него хотят надзиратели. Ну, например, какие-то слова оскорблений в адрес президента Украины или президента США. Ну, к примеру, там, да. И, соответственно, там идет оперативная работа, они пытаются кого-то вербовать и использовать одних пленных против других. Там очень много историй таких, связанных с подлостью и с оперативной игрой. Давайте все-таки про обмен. Объясните, пожалуйста, как действительно, какие процессы предшествуют вот этому результату, что все-таки обмен прошел? Какая роль, какая роль у эмиратов, насколько лояльна Россия к такого рода практике вообще? В чем там смысл, да, и в чем препятствие? Ну и как формируются списки? Я бы не хотел раскрывать детали и подробности, потому что это все в кулуарах. И если раскрыть все в полном объеме, это может лишь нарушить какие-то новые договоренности. И мне потом прилетит с двух сторон, и мне скажут, что из-за того, что вы лишь слишком много рассказываете, какие-то откладываются обмены. Я могу лишь сказать, что для меня в целом получается, что у нас Арабские Эмираты сегодня заменили собой Организацию Объединенных Наций и Красный Крест. Вот те международные организации, которые существуют, которые уполномочены как раз курировать этот вопрос, которые хорошо финансируются, получается, что они в данном случае не справляются. И я не знаю, по какой причине, но Украина, например, Минюст Украины допускает потенциарное учреждение к россиянам всех представителей всех международных организаций без ограничений. При том, что Россия входит и в Совет Безопасности ООН, и представитель России, например, Бухтияр Тузмухамедов является первым заместителем председателя Комитета против пыток ООН, эти организации на системной основе не посещают эти военные концлагеря и не контролируют содержание военнопленных. И это говорит о том, что эти международные институты по какой-то причине блокированы и неэффективны. А вот как раз Арабские Эмираты с их финансовыми возможностями и с их такой позицией, которая позволяет им контактировать и с Путиным, и с Зеленским, и да, получается, что они здесь неожиданно встали в роли таких хороших миротворцев, которые помогают людям возвращаться домой. За что им, конечно же, огромное спасибо, но большой вопрос, еще раз подчеркну, к международным организациям, зачем тогда нужны они? Может быть тогда... Подождите, может, это не их решение, да, не посещать, а может, Россия не пускает? Может, с этим связано? Нет, ну, конечно, Россия не пускает. Конечно же, здесь ни в коем случае, там это не камень в огород, что вся вина только на них. Но от них-то нету каких-то серьезных докладов, в которых они бы там ежедневно на каких-то трибунах от небезни или так далее публично требовали допуска своих представителей к пленам. Этого же не происходит. Происходят какие-то... Ну, то есть, чтобы вы просто понимали, я думаю, что не пройдет и года, и мы с вами станем там свидетелями появления в топе новостей истории о продвижении международного расследования по части вот этих преступлений, которые совершаются в отношении украинских пленных. Это будет, это не за горами. Я знаю много изнутри, но не хочется раскрывать всех подробностей, пусть это будет неприятным сюрпризом для садистов. Но, тем не менее, вопрос, вот это будет как совершившийся факт, а что на это скажут тогда сотрудники ООН? Вот я еще раз, да, это то, о чем мы говорили с французскими правозащитниками и с украинскими правозащитниками. Мне до сих пор непонятно, вы можете себе представить? Мы все видим с вами фотографии этих изнеможденных людей после плена. До этого, в 21-м году, мы с вами обсуждали, мы публиковали этот страшный архив пыток, и тем не менее, представитель Российской Федерации сидит в комитете против пыток ООН и занимает руководящий пост. И, соответственно, все, что туда стекается от правозащитников, от журналистов, от пострадавших в результате пыток, становится сразу известно, в первую очередь, представителю Российской Федерации. Бахтияр Тузмухамедов, чей брат Иркин, псевдожурналист, ведет блоги совместно с полковниками СВР из Москвы, из сигарного клуба. Но это вот такая вот реальность, в которой мы с вами существуем. Но, знаете, что хочу сказать? У вас все-таки широкая аудитория, в том числе вас там и в прямом эфире, и потом в записи будут отсматривать сотрудники в СИН и ФСБ. Я хочу просто сказать, чтобы они прекратили вот это бесчеловечное отношение, этот позор. Всегда есть возможность не выполнять преступный приказ. И всегда нужно оставаться людьми. И нужно помнить, что за эти преступления не будет никаких сроков давности здесь уйти от ответственности в любом случае не получится. Те, кто работает сегодня с украинскими пленами, они в любом случае будут осуждены либо трибуналом, либо международным уголовным судом. И ордеры будут действовать бессрочно и до самой смерти человека. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем выполнять какой-то там тупой, незаконный, бесчеловечный, жестокий приказ. Относитесь к ним по-человечески и не превращайтесь там в фашистов и нацистов 21 века. И все-таки у меня к вам вопрос, Владимир, по поводу... Можете принцип рассказать, как формируются списки с одной и с другой стороны? Ну, с одной стороны, конечно же, это координационный штаб по обмену пленными в Украине, всем известный с их программой «Хочу жить» и так далее. С другой стороны, ну, озвучиваются вот эти вот высокопоставленные посредники из Арабских Эмиратов. И со стороны Российской Федерации, конечно же, это ФСБ. Ключевое решение принимает там Лубянка, Департамент военной контрразведки. А дальше уже их целесообразность, оперативная игра. Например, существует по линии МИД заказ на большое количество псевдо вот этих вот приговоров, потому что приговорами их нельзя назвать, потому что в России фактически нет уже суда. Все суды, надо брать их в кавычки, это агенты ФСБ в мантиях. У них есть задача наштамповать более 200 обвинительных приговоров в отношении там азовцев и других военнослужащих Украины с тем, чтобы их обвинять якобы в совершении геноцида и так далее, с тем, чтобы все это переводить на английский язык. И вот во всех этих коридорах ООН раздавать это все веером, пачками представителям нейтральных стран, которые сомневаются, которые не определились, там глобальный юг и так далее, с тем, чтобы какое-то количество стран иметь на своей стороне, чтобы объяснять, что вот, ну, смотрите, видите, у нас сотни уже приговоров есть в отношении нацистов, они убивали мирное население, мы их отправили в черный дельфин, мы там наводим какой-то порядок. И поэтому, если какие-то страны, которые следят за ситуацией соблюдения прав человека, которые работают с журналистами, с расследовательскими организациями, с правозащитными организациями, они понимают, что это филькина грамота, то представители стран, которым просто не до этого, у которых сегодня засуха, а завтра нужно думать, чем кормить население, им нужно российское зерно, например, или там украинское зерно, которое Россия у Украины украла, ну, вот они, соответственно, там принимают те решения, там голосуют за то, что хочет Украина. Поэтому, ну, это, естественно, это ФСБшники, и каких-то людей они оставляют и не будут обменивать, и отправляют их на пожизненный срок лишения свободы для того, чтобы это был уже такой обменный фонд для торговли, там, для обмена заключенными. Ну, например, у Путина и у ФСБ есть задача освободить ряд их киллеров, которые в разных странах мира попались, сидят, которые разоблачены. Ну, это и агенты, там, службы внешней разведки, и агенты ФСБ, агенты ГРУ и так далее. Чтобы их обменивать, должен быть серьезный обменный фонд. Поэтому они их упаковывают на пожизненный срок, понимая, что Украина и Запад будут делать все возможное, чтобы их вытащить, и вот, соответственно, их используют в качестве заложников. Соответственно, есть другие, например, люди, у которых их родственники могут, например, проходить службу в СБУ, в ГУР и так далее. Конечно же, для ФСБ интересна оперативная игра. Интересно их использовать, вербовать, через них пытаться завербовать кого-то в Киеве. Соответственно, эти люди сразу попадают в категорию тех, кого там меняют в последнюю очередь. Вот. И есть, конечно же, там, позиция Украины, и есть позиция посредников. Поэтому, ну, например, вот тот же Алексей Анули, который вернулся из плена, и после лечения, когда он дал мне интервью, так получилось, что он стал самым известным, побывавшим в плену украинцам, к нему начали, там, обращаться, там, чьи-то мамы, жены, и он стал таким вот украинским правозащитником, занимающимся защитой прав военнопленных. И вот тех людей, по крайней мере, которых они смогли идентифицировать, и которых лично он, и вернувшиеся с ним, опознали, что вот эти люди находятся в тех-вотех учреждениях. Соответственно, когда украинская страна конкретно знает, кто где находится, им, конечно же, проще их включать в списки, потому что они точно знают, что эти люди находятся в плену, и есть этому подтверждение. Соответственно, вот, по крайней мере, там, вот этот список о нуле, большая часть из них, он помог, конечно, не только он один, конечно, это и координационный штаб, и это и МИД Украины, и это Арабские Эмираты, но они помогли очень многих по этому списку вернуть обратно домой в Украину. Ну вот это так происходит, то есть две службы с одной и с другой стороны, и между ними вот эти очень влиятельные, очень серьёзные посредники. Скажите, а вообще страна, сейчас я прошу прощения, знает одна и другая, какие-то списки существуют, там, вот, значит, с кем виделся ваш герой, тех освободили, те место нахождение тех установлено, да, а вообще российская сторона предоставляет Украине или Украина, Россия, кто именно в плену в данный момент находится? Или это законная информация? Нет, Украина, здесь, опять же, не зеркальная ситуация, здесь есть определённые искривления, значит, когда Украина получает новых пленных и помещает их уже в пентансарную систему, они эти списки отправляют России, но Министерство обороны не сразу этих людей включает вот в списки тех, которые находятся в плену, именно поэтому, например, там, Володя Золкин, когда он посещает россиян, он ещё обязательно даёт возможность каждому из них позвонить своей жене, там, или своей маме, с тем, чтобы, и публикует это видео, с тем, чтобы Россия не могла сказать, а мы не знаем, где этот человек, чтобы уже были опубликованы материалы, что ещё один человек находится в обменном фонде, ещё один человек попал в эти самые списки, то есть, в этом плане Украина эти списки представляет и в международной организации, и Россия их получает, ещё они вынуждены через Ютуб там дополнительно дублировать, чтобы Минобороны не могло говорить, а он без вести пропавший, или там, где-то он там скрывается, или, возможно, погиб, когда он точно, но известно, что он какой-то из колоний пентансарной системы Украины. А у России, наоборот, другая история, они в целом, вот массово все эти списки, там, они их не предоставляют, частично людей скрывают, и происходит это в том числе по вот этим соображениям, по оперативным соображениям, потому что их пытают, из них выбивают, и их там в обозримом будущем они не собираются менять, потому что, ну а как ты его пытал, ты его тут же поменяешь, конечно же, там сразу прилетят следователи МУС или офисы генпрокурора Украины все это сфотографируют, будет еще один эпизод в этом международном расследовании по пыткам, поэтому они это скрывают. И, наверное, скажу самое страшное, не все те люди, которые числятся попавшими в плен, вернутся в результате обмена домой в Украину, потому что нам достоверно известно о целом ряде убитых в плену, тех, которых запытали, что сердце не выдержало, кого-то из них возвращают, чьи-то тела возвращают, как вот, например, там на днях вернулись тела в Украину, и там внутренние органы, например, вырезаны, там, ну, то есть, чтобы невозможно было определить, что с человеком делали. Вот. А есть те, кого уже никто никогда не найдет, потому что у нас есть свидетельство нескольких сотрудников СИН, которые рассказывают, что некоторых погибших в плену, запытанных их хоронят в России по принципу, ну, такой, наверное, неправильный слово, как сэндвич, там, как, как... То есть, в общем, сначала вырывается могила, и туда в вечернее время кладут тело забитого человека, запытанного, сверху там засыпается слегка землей, а на следующий день там происходят официальные похороны, приносят гробик, там, гроб с какой-нибудь там пожилой там женщиной, которая от возраста погибла, умерла или там пожилого мужчины, хоронят, ставится могила, родственники знают, что там Марья Ивановна Петрова лежит там с крестом, и, конечно же, никто никогда не даст возможность разрывать эту могилу и искать, что под этим гробом есть еще там вторая могила. Вот. И это ужасно. Это ужасно, и когда я в первый раз это услышал, я был в оцепенении, а потом мы начали... Владимир, извините, а от кого услышали источники, кто вам... Это сотрудники ФСИН рассказывают наши источники. Кто-то из них находится еще в России, кто-то из них уже покинул Россию и дает уже официально об этом показания, и достаточно много уже собралось этих показаний, которые частично отражены в докладе независимой комиссии ООН, который был опубликован в марте, в том числе на русском языке, кто захочет, прочитает. Ну а в полном объеме, я думаю, что это будет озвучено со временем в рамках Международного трибунала либо суда. Да, хорошо. Ну и вот давайте о бегущих тогда, да, потому что тут истории приходят из Армении в том числе, о том, что там слышали, наверное, эту историю, да, 25-летнего, по-моему, россиянина, обвиненного в дезертирстве, задержали местные силовики, потом, правда, отпустили. Насколько много таких людей и в каком состоянии, и статусе они находятся, и где, главное, да, потому что вот те, кто уезжают явно в Армению или в подобные страны, они подвергаются большим рискам. Ну, конечно, во многом ответ на ваш вопрос заложен в вашем вопросе, но здесь, да, во-первых, вчера сработала огласка, потому что если бы об этом не писали СМИ, еще неизвестно, чем бы это закончилось. Когда пошел резонанс СМИ, и, соответственно, различные правозащитные организации начали задавать вопросы Армении, конечно же, они этого молодого человека отпустили, и слава богу, что это сделали. Но, опять же, это говорит о том, что там происходит такой дуализм. С одной стороны, они ратифицируют римский статут, а с другой стороны, они продолжают выполнять ордеры, заказы на арест России. И находятся между двух огней, и не понимают, в какую сторону им сейчас двигаться и идти. В целом, проблема заключается в следующем. Большинство россиян, которые бегут от мобилизации или там уже самовольно оставляют часть, чтобы не продолжать участвовать в боевых, военных действиях, они, конечно же, заранее, никто из них не готовится, никто заранее загранпаспорт не получает. И большинство людей просто либо с национальным паспортом выезжают в какие-то страны, там, раньше бывшие в советском пространстве, куда можно по российскому паспорту приехать. Вот. И находятся там без загранпаспорта. Но даже если те, у кого есть загранпаспорт, они дальше вот этих вот стран в принципе уехать никуда не могут. Ну, потому что, во-первых, там, лететь куда-нибудь за океан в Мексику или в Аргентину очень дорого, и не у всех есть такие большие деньги на билеты. А прилететь, например, в Европу и сдаться, там, получить, там, запросить политубежище в аэропорту. Для этого нужна как минимум там транзитная виза или какая-нибудь туристическая виза. Вот. Есть, конечно же, какие-то лазейки, какие-то рейсы, где можно сесть в транзитный рейс с тем, чтобы вылезти где-то там и в транзитной зоне запросить политубежище. Но, во-первых, этих рейсов крайне мало, и их все время становится все меньше и меньше. Вот. Здесь, в данном случае, возможности для подобного выхода из ситуации, они резко сужаются. И потом, не все об этом знают. Вот. И действительно, и в Армении, и в Казахстане, и в Грузии, там, и в Молдове, в Молдавии, и в других странах достаточно большое количество россиян, которые не понимают, что делать дальше, которые обратно не хотят, потому что понимают, что там отправка на фронт, там отправка на передовую, на ноль, и, скорее всего, там, либо гибель, либо соучастие в этой преступной агрессии. Многие не хотят. Но в то же самое время продвигаться дальше им очень тяжело. И при том, что мы эту тему поднимали, проблему, начиная с 2022 года, я надеялся, что будут сформированы какие-то алгоритмы международные, которые будут им помогать, до сих пор вот эта вот бюрократия, она действует слишком долго. То есть, да, если человеку удалось попасть в какую-то европейскую страну, и он объяснил, что он не хочет воевать, вот повестка, вот подтверждение тому, что его вовлекают в войну, а он против войны, таким людям дают либо временную защиту, либо даже политическое убежище. Но чтобы вот это сделать тачдаун и доехать до безопасной демократичной страны, это практически там могут, не знаю, там 5-7% из 100% уехавших. А 90% находится в крайне тяжелой ситуации и находятся как раз вот под риском задержания и даже, возможно, выдачи в России. Но про уменьшение количества транзитных рейсов это, конечно, странно. Я вижу другую динамику, что наоборот разные компании, в том числе азербайджанские, увеличивают количество рейсов из России, и поэтому... Нет, я говорю сейчас про транзитные рейсы, которые летят, например, там, из Баку, из Еревана, через ту страну, где человек может запросить политубежище. Их становится меньше. Да, в большинстве стран в аэропорту разворачивают этих людей, отказывают им... Ну, к примеру, там, вот вы из Еревана или из Баку или там из Стамбула попробуете купить транзитный рейс, там, не знаю, там, через Берлин, через Амстердам, через Париж в Мексику, к примеру. И если раньше это было сделать достаточно просто и легко, то сейчас в большинстве этих рейсов они уже научены, они смотрят внимательно, проверяют наличие транзитной визы. Если у человека нет транзитной визы или там туристической визы, скорее всего, его в самолет не посадят, и ему просто придется обменивать билет, и, по сути дела, вот его план таким образом запросить политубежище, он отложится. А те, кто идут официальным путем в посольство и просят визу Д, какой-то там вариант визы для возможности предоставления политубежища, таким, ну, как минимум эта вся история ложится под сукно на там полгода и более. В общем, это действительно такая очень тяжелая ситуация, и какого-то быстрого решения сегодня для нее нет. Владимир, еще один кейс, известно ли вам что-нибудь о нем, это бригада спецназначения Украины АЗОВ, которая 15 июля опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой, как утверждается, показан штурм российских позиций и убийство российского военнослужащего. Причем, судя по видео, это жесткое, точнее, видео, да, видно, как убивают человека, он не оказывал сопротивления. Что-нибудь вам известно об этом? Мне немного об этом известно, но я просто сразу выскажу свою позицию. Мы здесь в любом случае на стороне защиты прав человека, и подобные преступления должны быть расследованы. Конечно же, и я точно знаю, что в Украине нету системы установки на то, чтобы расстреливать пленных. У них есть программа «Хочу жить», потому что чем больше они возьмут людей в плен, тем больше они смогут поменять в результате вернуть домой своих. Но, конечно же, идет третий год войны, и не все военнослужащие выполняют в полном объеме Женевские конвенции. И есть те, чьих братьев, отцов, друзей либо запытали уже в России, либо, как минимум, осудили на пожизненный срок лишения свободы. И есть у некоторых военнослужащих чувство мести. И, к сожалению, вот такие эксцессы, они случаются. Но еще раз подчеркну, здесь невозможно оправдать это преступление, оно должно быть расследовано, конечно, а виновные должны понести наказание. Но еще раз, просто чтобы мы понимали, здесь нету знака равенства между Украиной и Россией. Россия — это страна-агрессор в этой истории, Украина защищает себя. И то, что творят, сколько зла принесли россияне на территорию Украины, российские военные, оно несоизмеримо с тем, что вот в данном случае описано в конкретном этом эпизоде. И нужно помнить о том, что Украина финансирует, вкладывается в эту программу «Хочу жить», потому что им очень важно как можно больше людей брать в плен, хотя бы просто потому, чтобы вытащить из плена в результате вот этих обменов своих сограждан. Маша, извини, я добавлю, вы говорите, что это эксцесс и что системы нет, просто вопрос к тому, почему это выложили в Телеграм-канале, понимаете? Почему выложили? Потому что есть те, кто за соблюдение Женевской конвенции, есть те в Украине, кто за европейский курс развития, за соблюдение всех прав человека, и мы говорим это там и про господина Зеленского, и про руководство Минюста Украины и так далее, а есть какие-то люди на земле, которые уже говорят, идите вы в жопу со всеми вашими конвенциями, нам никто не помогает, нам обещают два с половиной года самолеты, и никто нам не дает, нас за нос водят, те, кто нас пообещали поддерживать, нас бросают, у кого-то начинается старческий маразм, кто-то отказывается от своих обязательств и так далее, а мы здесь воюем с ними, хватит либеральничать. Ну, конечно, там внизу периодически подобные всплески бывают. Сегодня руководству ВСУ удается это контролировать и сдерживать, но когда твою страну третий год подряд утюжат, и там твоих женщин насилуют, а твоих детей угоняют в плен и забирают, ну, конечно, там появляются какие-то мужчины, которые говорят, хватит, хорош, и начинают исповедовать вот такие принципы. Я не думаю, что это имеет отношение к большому количеству подразделений, но в некоторых, к сожалению, это имеет место. Вы знаете, у меня такой вопрос, мы с вами начали с плена испыток, то, о чём вы постоянно рассказываете, и вы знаете, я вот не могу не спросить, вот ведь такого понятия, как военный концлагерь, не существовало, вы же сказали, что там сейчас он контролируется не в СИНом, а Минобороны. А в чём, простите, смысл этих пыток? То есть, я понимаю, что это идиотский вопрос звучит, но одно дело, когда выбивают показания, другое дело, когда, допустим, это тюремная культура, которая действительно во всем существует многие десятилетия. Вычистили, значит, эту, бежать этим ребятам некуда, этим украинцам, потому что до их родной страны там тысячи километров, может быть, зачастую. То есть, в чём смысл этого вообще пыточного конвейера? Это просто пытки ради пыток? Есть здесь какая-то вообще хотя бы задача у этих людей? Да, спасибо за вопрос. Ну, несколько частей будет ответа. Первая составляющая, ещё раз, я объяснил, что существует заказ на определённое количество уголовных дел о якобы геноциде с тем, чтобы были так называемые приговоры так называемых судов, с тем, чтобы Путин, Лавров, Небезня, Захарова и прочие могли бы оправдывать саму эту войну, которую они именуют специальной военной операцией. Это раз, чтобы они могли показать, смотрите, а у нас здесь на тележке 100 килограмм приговоров, и вот у нас 100 раскаившихся, которые раскаиваются в том, что вот они отдавали приказы убивать мирное население. Вот видите, о чём мы там Донецк, Луганск и так далее освобождали. Это первое. Они хотят легитимизировать вторжение в Украину. Вторая часть это то, что формируется с точки зрения вот этих самых там оперативных донесений разведданных. Каждое утро на протяжении более двух лет в центральные аппараты ФСБ и ФСИН отправляются депеши. со всех регионов, из всех вот этих мест содержания военнопленных, где к шести утра там сводка идёт оперативная с шести утра одного дня до шести утра следующего дня, и вот в итоге эта сводка отправляется в Москву за подписью соответствующих оперативников ФСБ и ФСИН, что удалось узнать за эти сутки от таких-то, таких-то, таких-то содержащихся в плену граждан, препятствовавших проведению специальной военной операции. В кавычках, опять же, всё это берём формулировку. И, соответственно, где-то к восьми утра на Житную заезжает чёрный фортфокус с полковниками главного управления генштаба, ну, очевидно, это там какое-то подразделение, которое занимается военной разведкой, которые забирают это донесение из ФСИН, и точно так же там на Лубянку копия отправляется, которые это забирают и анализируют, и, соответственно, по этим там показаниям, свидетельствам, наводкам, в том числе наносятся и ракетно-бомбовые удары, и каким-то иным образом это используется для войны против Украины. То есть это как бы мы долго не могли понять в целом, неужели только из-за приговоров. Нет, их содержат, ещё раз, да, чтобы было понятно, в учреждениях ФСИН, и контролируют их передвижение из камеры в камеру, в допросную и так далее, спецназ ФСИН, в порядке ротации новый спецназ из разных регионов приезжает, и они играют в пятнашки с тем, чтобы было невозможно установить, какой из спецназов какого региона пытал конкретного человека. Ну, в данном случае у нас есть инсайт из-за их управления режима и надзора, из-за их спецназа, и несколько спецназовцев уехали из России и тоже дают показания, поэтому здесь игра их в пятнашки и в прятки, как бы она им не поможет уйти от ответственности. Но, тем не менее, значит, это всё формально это учреждение ФСИН, спецназ ФСИН, но головной мозг этого всего это оперативники ФСБ, и это регулярные приезды представителей Минобороны по линии главного управления Генштаба, военной разведки, которые дальше уже дают те или иные задания. Ну и нужно не сбрасывать со счетов человеческий фактор. Если тебе несколько лет подряд Симоньян и Киселёв, Соловьёв и прочие пропагандисты рассказывают про то, что там нацисты делают страшное, постоянно всем якобы что-то куда-то запенивают и отрезают, соответственно, в малообразованных, без какого-либо серьёзного образования молодых людях, которым дали форму, дали резиновую дубинку и сказали давай, подморгнули глазом и дали установку на жестокое и жёсткое обращение, вот с этими надо пожёстче, ну, конечно же, они действуют так, как действовали эсэсовцы и гестаповцы по отношению к военнопленным. Они опустились до этого уровня, при этом сами они считают, что они наоборот, они повторяют подвиг своих дедов и прадедов. И четвёртый момент. Очень часто в этих, например, жестоких приёмках, когда их разгружают с самолёта или с поезда участвуют сразу три разные службы. Это военный конвой, это спецназ ВСИН, конвойная служба ВСИН и сотрудники ФСБ. И когда ВСИНовцы, например, или военные знают, что здесь стоят контрразведчики, то они уже боятся слиберальничать, как-то помягче отнестись по-человечески к ним. Поэтому они, наоборот, упражняются, соревнуются в том, кто более будет жестокий и кто будет их карать этой резиновой дубинкой или белой полипропиленовой трубой от отопления. Владимир, спасибо большое, к сожалению, время вышло у нас. Спасибо. Владимир Осечкин, основатель проекта ГУЛАГУНЕТ, был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин,